Сегодня у нас необычный день В моей человеческой жизни наступил совершенно новый период с моим епископством Я в свое время прошел тоже постриг монашеский Но может быть я не ощутил того, что я стал ощущать, когда я стал епископом Каждый раз постригая новую группу людей которые захотели посвятить себе монашескому житию из мужского и женского пола я стал все глубже и глубже проникать в сущность монашества Сегодня есть явные темы для всего человечества которые сегодня нам показывают, что мы далеко удалились от Бога В чем суть нашей жизни? Мы не по своей воле рождаемся в этот мир И самое главное, что ни один из живущих на земле людей не остался жить здесь вечно Каждый человек заканчивает свою жизнь то, что в человечестве и на языке человеческом называется смертью Что такое смерть? Смерть Возвращение веществ элементов и клеток тела снова в землю откуда они взяты когда Бог творил человека Сам Господь Бог дал нам имя имя мы имеем человек Человек взят от перстей земной и в эту персть вдун Дух Святой Господь имел свой план о человечестве И вот в этом плане в его программе Бога заложена великая тайна Сегодня мы говорим, конечно, о грехопадении Что есть грехопадение? Когда спрашиваешь людей Вы слышали что-нибудь о грехопадении? Люди говорят Да, слышали Ева согрешила Да нет, Ева не согрешила Сначала согрешили ангелы Но с кем бы мне не приходилось разговаривать в течение своей жизни никто об этом не знает не говорит Вначале согрешили ангелы И мы видим с вами одна треть ангелов отпала от Бога восстала против Бога Мы знаем, когда Бог сотворил этот мир Он вручил этот мир высшему ангелу Сатана его Но вдруг этот ангел Именно этот ангел восстал против Бога Если мы спросим каждого из нас А что его повлекло к тому, чтобы восстать против Бога Творца? Наверное, никто из нас на это не ответил Много десятилетий в своей жизни я задавал себе этот вопрос И только у Дмитрия Ростовского Я нашел ответ на этот Злосчастный вопрос Проклятие всего человечества Дмитрий Ростовский так отвечает на этот вопрос Когда высший ангел узнал о том, что будет кто-то выше его Он не выдержал этого И он восстал против Бога Кто будет выше его, если ему Господь вручил этот мир? А кто будет выше его? Будет выше его Бога, человек Христос И вот это стало первым началом Когда начала действовать на земле гордыня Есть Бог Ангелы сотворены для того, чтобы быть в послушании Бога Только в послушании Бога Если мы посмотрим, все, что есть вообще во Вселенной Все находится в послушании Химические элементы служат миру Физические законы служат миру Биологические элементы служат миру Деревья служат Трава служат Земля служит Воздух служит Вода служит Все служат кому-то Никто не живет для себя Все, что есть в Поднебесной Все, что есть в этом мире, сотворенном Богом Все служит И сам Бог этим служит И когда мы к Богу обращаемся Мы призываем Его, чтобы Он нам послужил Господи, я в немощи, послужи мне Господи, у меня нет жениха Найди мне жениха, Господи У меня нет работы, Господи, послужи мне Найди мне работу Поэтому послушание есть сущность нашей жизни Это есть ключевое звено нашей жизни И когда уходит послужение в семье ли, в роду ли, в народе ли, когда исчезают сословия Когда народ перестает почитать правителя своего Когда ученики перестают почитать учителя своего Когда дети перестают почитать мать, которая их родила, и отца, который дал семя Все разрушается И вот положил этому это начало непослушания Начало ропота, начало противления Положил высший ангел сатана Это очень важная тема, это фундаментальная тема Это не просто ключевая тема ко всей истории человеческого рода Это фундаментальная тема И сегодня мы лишены вот этого фундаментального знания А так как мы лишены этого знания Мы творим с вами то, чего не понимаем Мы научились даже с вами рассуждать Но у нас нет понимания Мы вступаем в брак и не знаем, что такое брак Мы идем в школу и не понимаем, что такое образование Мы едим, пьем с вами, спим И мы не знаем, что такое здоровье Как его сохранить? Если бы мы понимали с вами, мы бы не болели Если бы мы с вами понимали, мы были бы образованными людьми Обученными и воспитанными Если бы мы понимали, что такое культура, это возделание Тогда мы были бы культурными людьми Но мы не возделаны с вами через образование Поэтому сегодня мы именно здесь, на постриге монашеском Прикасаемся к первым людям, Адаму и Еву Кто они были? Монахи, конечно И Господь сотворил человека И именно в этом качестве В чем тайна нашей жизни? Тайна нашей жизни Все, что нам дает Господь на время короткой нашей маленькой жизни Временной жизни Все должно вести нас к чему-то Мы не понимаем того, что сколько бы мы на Земле не прожили Как Адам и Ева 960 лет прожили Это все равно короткий отрезок времени По сравнению с вечностью Как наша маленькая планета Земля Живая планета Земля Мизер Даже не песчинка Перед Вселенной Перед космосом Перед красотой Вселенной Как один маленький человечек Песчинка по сравнению с человечеством Так и мы сейчас говорим об этом Наша жизнь Земная В теле нашем Очень короткое время Это очень короткое время Теперь мы говорим с вами Мы похожи с вами на Адама и Еву Которых сотворил Господь Не приведи вас Господи И так подумай Ничего общего у нас нет с ними Говорят, что Адам был светящийся даже Бог, Дух Святой Бог не дедушка с бородой Бог Дух И Он сотворил духовного человека Но человеку, в отличие от Ангела Дал еще и тело Взятое от Персии землей земной Этим мы отличаемся от Ангелов Если Ангелы только служебные духи То человеку дал Господь свободную волю И Господь человеку верил этот мир И поставил его над этим миром Он дал ему особые качества И вот такими особыми качествами Отличались Адама и Ева Когда они были еще в раю Сотворены Богом Если Адам взят от земли То Ева, через которую должен воспроизводиться весь род человеческий Она взята от Адама От кости Адама Поэтому мы видим совершенное начало Ева Ева совершенное существо Потому что через Еву воспроизводится Род человеческий и мужской и женский В какой частоте должна быть Ева В какой частоте должна быть женщина Немыслимо Мы даже и представить себе такого не можем Должно быть особое образование для женщин Должно быть особое образование для девочек Это вообще особый род избранный Для воспроизводства рода человеческого Мать дает своему ребенку язык Мать ему посвящает в тайные роды своего Мать объявляет ребенку, кто его истинный отец Мать учит традициям своего народа Мать учит укладу земной жизнедеятельности Есть ли ребенок, который родился, мальчик или девочка Не получили материнского воспитания Все, первый обрыв Первое поражение этого человека И когда он вырастет, станет взрослым Он сразу почувствует, что он не прошел материнской школы Вторая школа, вторая школа отца Отцовская школа Вот это очень важный момент Мать носит ребенка три раза Первый раз она зачинает и смотрит От кого зачать ребенка Это женщина определяет Она должна быть так воспитана Что она выбирает, от кого ей зачать ребенка Второй момент, она зачала ребенка Надо правильно выносить ребенка И третий момент, правильно родить его и правильно воспитать Все это она должна получить от своей матери В этом смысл материнской школы Мать должна обучить ребенка, своего девочку, всему нужному Сегодня мы такой школы не знаем Сегодня у нас осталась только одна профессиональная школа Профессиональная школа нас готовит как муравьев для какого-то вида профессиональной деятельности И вот когда мы обращаемся к Адаму и Ель Мы видим, что их природа отличается от нашей природы Их природа была духовная Представьте себе, что ели они 960 лет Живя на земле Какую пищу они вкушали в раю, когда были Они в раю вкушали пищу Траву, траву вкушали, сеющие семя И плоды, сеющие семя В раю никто мяса не ел Ни животные, ни птицы Ни тем более люди Чтобы есть мясо, надо сначала убить животное Или птицу Посмотрите, надо сначала убить Мы едим мертвежатину с вами Что с нашим телом будет, если мы будем есть мертвежатина Поэтому сегодня мы прикасаемся к Адаму и Еве Здесь ответ на все проблемы человечества Здесь и падший ангел Который восстал против Бога По своей гордыне Здесь и Ева, которая не выдержала экзамена Который попустил ей Бог Бог попустил Еве экзамен Она не выдержала этого экзамена И кто ее экзаменовал? Ее экзаменовал сам высший ангел Сам Люцифер Потому что Адам и Ева были в удивительном духовном состоянии И в особом духовном качестве Сам Люцифер Экзаменовал Еву И она не выдержала экзамен И сегодня мы видим с вами Природу женщины Женщина царится дома Женщина говорит Путь к мужчине через пищу Женщина готовит пищу Женщина знает какую пищу готовит Поэтому Хорошие повара, конечно, женщины Считаются лучшие повара мужчины Но женщины прекрасные повара По крайней мере, каждая женщина знает Что для своего мужа приготовит Поэтому сегодня мы говорим о чем Грехопадение в чем совершается Что такое грехопадение Что такое грех Что такое нарушение заповеди Бога Это включение тела Если до грехопадения тела было средством Оно только помогало человеку жить в этом мире Человек не занимался своим телом Мы не видим даже никаких одежд У Адама и Евы Они как дети были Которые маленькие дети в детском саду Они еще не понимают мужского и женского начала Так и они были Таковыми же Они были бесчувственными Чувства их не включились Их нервная система еще не включилась Рассудок их не включился Их тело еще не включилось Оно не стало все показывать свои возможности А вот грехопадение Которое включает падший ангел в Еве Вот это и есть начало нового человечества Какого человечества? Телесного человечества Адам и Ева были духовные люди А мы с вами Телесные люди У нас на первом месте тело А душа мы и душой вообще не занимаемся Мы духом Божьим не занимаемся Мы к Богу не обращаемся Мы занимаемся только телом Что такое работа и зачем работа? Мы становимся рабами нашего тела Чтобы его накормить, напоить, одеть, обуть Чтобы иметь жилища побольше И дальше умножаем Больше пищи Больше еды Больше вина Больше одежды Больше обуви Больше этажей в доме Больше машин Вы видите какое безумие По какому безумному пути пошел человек Поэтому сегодня мы даже не понимаем Что такое монашество Но самое главное Насмешка на человечество Это надсмешка на человечество Бессмысленность жизни человеческой Бессмысленность пути телесного Полная бессмысленность Почему? Да потому что мы из этого мира Ничего с собой не возьмем Сегодня люди желают продлить свою жизнь Хотя бы на день, на два На год Люди всеми силами стараются продлить свою земную жизнь Почему? Потому что люди даже не знают самой высшей тайны Какая высшая тайна? Высшая тайна, земная жизнь Только подготовка для будущей вечной жизни Кто об этом знает? И кто нам об этом говорил? В какой школе нам об этом говорили? Материнской, отцовской, родовой Профессиональной Поэтому сегодня нас пристегнули все к работе Для тела Трудимся для тела И через тело разрушаем природную среду Чтобы нам накормить лучше тело Напоить его А дети, а будь нам нужно что-то забрать у природной среды У живой планеты Земля И мы разрушаем нашу планету Земля Ради того, чтобы себя накормить, напоить Иметь машины Иметь, конечно, бензин Солярку А через это отравляем Уникальную планету Земля Мы ничего уже не соображаем Мы уже ничего не понимаем Мы стараемся даже научиться работать Но мы разве можем научиться Так трудиться и работать И такую иметь организацию жизни Как имеют пчелы И, конечно, муравьи Конечно, нет Мы хуже муравьев и хуже пчел Мы хуже всякой рыбешки Потому что рыбешка, родившись, уже знает, что делать Звереныш, родившись, он знает, что делать Тот же муравей, родившись, он знает, что делать Ему не нужно заканчивать университет И получать профессиональное образование Поэтому сегодня человечество Дошло дошло до предела Бог верил человеку, планету Земля Но человек собой даже не может управлять Я открою вам тайну Мы сегодня даже не умеем управлять своим телом И тело управляет душой И тогда Бог вынужден был послать на землю Сына Своего Бога Слова Бога Человека Иисуса Христа Который родился через Деву Марию Вот Дева Мария Восстановила грех Евы Единственный человек на планете Земля Который достиг вновь совершенства В котором были Адам и Ева до грехопадения Это Дева Мария, Божья Матерь Вот почему Господь ее забирает с телом на небо И Божья Матерь достигла той святости Которой не достиг ни один человек Из тех, кого мы называем святыми Итак, если мы с вами стали телесными людьми То какая же цель нашей жизни? Что нам готовится к смерти? И дальше что будет? А дальше будет одно И Христос, Бога Человека Христос Нам открывает эту тайну Он нам открывает зловещую тайну В одном предложении Христос говорит однажды в своей проповеди Какой выкуп даст человек за душу свою И добавляет телесному человечеству? Если человек приобретет весь мир А душе своей повредит То нет в том никакой пользы Поэтому сегодня телесное человечество бьется За то, чтобы больше воздуха было Больше золота было Больше драгоценностей было Больше пищи было Вот почему столько войн Вот почему столько революций Вот почему преступность В чем смысл преступности? Да у кого-то отобрать что-то И забрать себе Кто-то забрал деньги у кого-то Кто-то забрал какие-то драгоценности Вы посмотрите Все ради тела А блуд разве не ради тела? А прелюбодейству ради не ради тела? А извращение не ради тела? А это кухня Которая надумала столько блюд Которые нам не нужны Это не ради тела? А столько одежды выдумали человечеству Ранее не ради тела Не ради наших чувств Страстных и порочных А эти фильмы Безобразные Безобразные Поэтому монашество Это великое таинство В монашестве мы меняем имя свое Мы начинаем новую жизнь В чем заключается путь монашества? Путь монашества заключается в том Чтобы вернуться к Адаму и Евре До грехопадения И на этом пути Мужского монашества И женского монашества Особо опасное Сложное Монашество женское Женщина привыкла Быть королевой в доме своем Женщина царица дома Мужчина все время куда-то уходит И возвращается Он уходит, чтобы принести пищу Он уходит для того, чтобы защитить свой дом А женщина царица дома Она в доме все досконально знает Переехать женщины из одного дома в другой Это катастрофа И вдруг женщина принимает монашество И когда она принимает монашество Ей говорится о том, что она должна воздержаться от телесных потребностей Для женщины катастрофа Поэтому женщине трудно очень Через женщину воспроизводится род человечества А здесь отказаться от рождения детей Какая сложная тема Женская монашество Все те, кто стал святым в монашестве среди мужчин Преподобные отцы Они всегда говорили, что немощный сосуд Женская монашество Ну и самое главное тайное для женщин Женщина может жить только с мужчиной Она ищет себе пару мужчин Женщины подругами не бывают хорошими клетками Это все временно Иногда женщины объединяются, чтобы достичь какой-то цели Но женщина ищет мужчину Женщина выбирает мужчину А монашество И вдруг женщинам, монахиням Приходится жить в одном монастыре Женщинам, монахиням Нужно слушать другую женщину Которую егумене над ними поставили Нареставшая сестра Катастрофа Теперь монахиня уже не имеет Не становится царицей дома Она уже не царица, а послушница Теперь она должна слушать другую женщину какую-то Какая-то катастрофа Как быть здесь? Как смириться? Но мы с вами сказали, что если нет смирения Если нет послушания А смирение может произойти только через послушание А что же такое смирение? Смирение Что такое смирение? Это унижение? Нет, это не унижение Смирение это мирность души Это мирность наших чувств Это мирность нашей нервной системы Это мирность нашей воли Мирность ума Смирение Это апогеи человеческого качества Смирение может быть только через послушание Кому послушание? Богу послушание Это очень важный момент Или тому, кто над тобой старший Отец, мать Старший брат или старшая сестра Игумене Игумен Наместник монастыря и епископ Но мы-то как раз сегодня Телесные люди Которые живем сегодня в 20-21 веке Мы как раз перестали слушать друг друга Мы живем в либерализме Мы живем в полной свободе Гуляй, пей, ешь что хочешь Двигайся по миру куда хочешь Приобретай что хочешь Работай где хочешь Хочешь, живи с родителями Хочешь, оставь их Хочешь, будь брать И хоть брось мужа своего Найди другого А может быть и ни одного, и ни двух Не хочешь рожать детей Убей детей Сегодня больше абортов Чем рожденных детей Сегодня больше разводов Чем браков Сегодня больных Больше, чем здоровых Смотрите, к чему мы пришли с вами Поэтому сегодня мы прикасаемся к этой великой тайне К тонкой теме Женское монашество Но мы знаем, сколько женщины сделали для мужчин Был бы блаженный Августин Был бы такой великий светильник В западной церкви Конечно, не было бы, если бы не было его матери У него была удивительная мать Был бы Василий Великий таким Если бы не было матери его, Эмилии Конечно, нет И сестра его, Макрина Тоже стала святой И брат Василия Великого Григорий Низкий Стал святым Какая удивительная семья Сколько они дали святых И мы можем продолжать до бесконечности Григорий Богослов Кто была мать его? Нонна Удивительная мать Удивительная А Тамара Грузинская А царица Нана Какие были удивительные женщины А равнопостальная Нина Что она сделала? Сколько она привела людей к Богу? Даже правителей привела А Мария Магдалина и жены Мироносицы В том числе и Анна Которая одна из Мироносиц Поэтому сегодня мы говорим с вами В одном случае женщины Служили своим мужьям прекрасно В другом случае Они были прекрасными матерями христианкам В третьем случае Они были прекрасными монахиями В следующем случае Они так любили Господа Ходили за Ним Мария Магдалина и другие И Сусанна И Иоанн И они Ничего не боясь Не боясь смерти Пошли первые Только забрежил рассвет Пошли первые Ко гробу Господню Чтоб нам помазать Распятого Господа Из которого вышла душа Они ничего не боялись Они не боялись Хотя они знали Что гроб Вход в пещеру Охраняется Воином Они думали только об одном Кто отварит тяжелый камень от гроба Чтобы им войти в пещеру Для помазания Господа Но ангел им Отворил этот камень И они первые Именно им Женщинам первым Удалось узнать Великую тайну В воскресении Господа А Мария Магдалина Которая задержалась в пещере Она задержалась Когда уже остальные Женомироносницы Пошли возвестить апостолам О том что Христос воскрес Она задержалась И она Женщина Первая Увидела Господа воскрешения Он с ней беседовал Но попросил ее Чтобы она к нему пока не прикасалась Какая тайна женщин Мой опыт жизни показал Что если женщина любит мужчину Это самый лучший телохранитель Только женщина может его предостеречь от чего-то Женщине не дана такая интуиция Она очень хорошо чувствует опасность Женщина не любит рисковать Она всегда обходит риск А мужчины все время рискуют Они все время рискуют Им нужно обязательно пойти поплавать И утонуть Им нужно обязательно пойти подраться Прийти домой к матери со свернутым носом И матери нужно восстанавливать этот нос Дети все время говорят Что они голодные А кто их будет кормить? Мать Поэтому мы знаем Что мужчины все время рискуют То обжорство То в драках участвуют То в войнах участвуют А женщинам все время приходится страдать За своих сыновей и мужчин Поэтому сегодня Принимая монашество Мы должны с вами понять Две тайны Первое Каждый человек, рожденный на земле Должен пройти скорби земные Что такое скорби? Скорби – это скорби наших чувств Мы желаем, чтобы была только пища сладкая, вкусная А когда горькая и невкусная Нам не хочется ее есть Наши чувства противятся Нам не хочется, чтобы были опасности Поэтому мы замки большие ставим на деревьях А до революции люди жили без замков Не боялись, что кто-то к ним зайдет Мы сегодня боимся, что постареем Делаем подтяжки кожи Мы пьем всякие лекарства Ездим по разным курортам Чтобы продлить жизнь нашего тела Но тайна заключается не в теле нашей Как я сказал А тайна заключается в душе В каком качестве душа наша В каком состоянии душа наша И Христос нам говорит Какой выкуп даст человек за душу свою Душа главная Итак, с кем душа? Или душа служит телу? Тогда душе конец И когда душа выйдет из тела А если она всю жизнь служила телу Она его кормила, поила, одевала, обувала Поила тело вином То тогда что будет? Когда душа выйдет из тела Ей захочется вина А если душа любила деньги Ей захочется иметь деньги А если душа любила блуд Тогда ей захочется блуда А если душа любила одежды, обувь, тогда ей захочется это. А если она любила драгоценности, тогда она будет желать этого. Где будет эта душа? Эта душа будет в аду. С падшими ангелами, которые толкнули ее на этот путь. А если душа служила Богу, а Бог есть Дух. Если она стяжала благодать святаго Духа. Если она жила по заповедям Бога, как эталон человека. Тогда эта душа возрадуется, когда увидит Господа. После того, как она выйдет из тела. И она с радостью расстанется с этим поганым телом, которому она столько времени служила. Итак, что такое монашество? Монашество это возвращение человека в совершенное духовное состояние. Так и говорит Бога-человек Христос. Будьте совершенны. Ибо совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, наше совершенство в Боге. Мы свое совершенство должны определять по Богу, по качеству Бога. А не по телу, не по земле. Вот где вся тайна. И второй момент. Это куда мы пойдем, куда пойдет наша душа после этой кончины, когда она выйдет из тела. Наша земная жизнь не определяется, сколько мы ели и сколько пили. Наша земная жизнь не определяется, сколько этажей мы имели дома, или сколько машин мы имели. Этим не определяется. Она даже не определяется тем, что если мы будем иметь личного врача, ни врач не поможет, ни пища не поможет. Никакие наши дипломы об образовании, кандидатские, докторские, ничто не станет причиной, чтобы мы не уходили из этого мира. Мы знаем с вами тайну, когда яблоко созрело, то его нельзя удержать, оно упадет. Так и мы, когда созреем, наша душа созреет, Господь заберет нас, и никакие врачи не помогут. Но можно созреть, а можно сгнить. Яблоко может сгнить, и оно тогда тоже упадет с ветки. И так или созреть, или сгнить. Если мы будем жить ради тела, мы сгнием. А если мы будем жить ради Бога и с Богом, с ангелами, с Божьей Матерью, со святыми, тогда мы с вами обретем другое тело. И как Адам и Ева жили такую большую и длинную жизнь, так и нам Господь может дать столько жизни, что мы устанем жить. Но мы должны помнить о том, что все равно придет время нашего расставания с этим материальным миром. Ну и последняя тайна. Нам Господь дал только один день жизни. Мы все время живем только сегодняшний день. Вчерашний уже ушел. Мы живем всегда один день жизни. Этот день начинается. Мы просыпаемся от смерти, рождаемся. И сейчас вернемся домой и все ляжем спать и снова вернем. Такая тайна. А что с нами ночью произойдет, мы не знаем. 21 июня 41 года люди легли спать, а ночью началась война. Люди в Армении легли спать, а ночью началось землетрясение. И мы знаем, что и Господь ночью придет, когда будем все дремать. А что такое ночь? Ночь, если мы будем жить ради тела и не думать о Боге. Ночь, когда мы будем жить ради тела и не будем думать о том, что Господь придет в тот момент, когда Ему нужно будет, а не когда мы захотим. Поэтому можно и днем ходить, но как будто спать. Мы сегодня как сонные. Мы сегодня спим с вами. Мы сегодня как в ночи живем. Мы получили вроде образование. Мы не образованные, мы не оккультуренные, мы не отцерковленные. Мы в ночи бродим в темноте. Как нам тяжело ходить в темноте, когда нет света. Мы натыкаемся на стол, на стуле. Мы можем даже поскользнуться и упасть. Вот так мы и живем в жизни. Вступаем в брак, не знаем, за кого выходим и зачем. Выбираем себе профессию, а сами не знаем, зачем она нужна, эта профессия. Мы 20 лет спим с вами и 60 лет вместе живем. 60 лет живем, 20 лет спим. 20 лет с вами получаем образование. И 20 лет зарабатываем пенсию, матушка. И 60 лет. А когда жить-то? А еще сколько за столом сидим и едим? Сколько сидим в машинах, ресторанах, матушка? Поэтому мы сегодня уже разделились с вами. Одни уже сидят, а другие еще бодрствуют. Еще что-то ожидают. Поэтому, сестры, я желаю, чтобы вы бодрствовали. Невзирая на возраст, у вас начинается новое время. В новом имени вы сегодня родились в новую жизнь. Но сегодня, обращаясь к вам, я открою вам тайну. Разве вы думать могли, что вы примете монахшизм? Мы, рожденные в советское время, разве вы могли об этом мечтать? Поэтому сегодня у нас начинается другое дело. Заниматься душой своей. Матушка, я хотел бы, чтобы вы в монастыре своем создали особую обстановку духовной жизни. Если не будет молитвы, то все, конец. Если будет молитва, к вам будут ехать со всех концов люди. Люди сразу почувствуют, что вы о них молитесь. И те записочки, которые они вам будут подавать, если вы будете вымаливать этих людей, то это к вам весь мир поверит. Кто такая медсестра? Кто такая медсестра? Чем медсестра отличается от врача? Врач приписывает лекарства какие-то. Какие-то процедуры. А медсестра выхаживать должна уметь больного человека. Медсестра должна уметь выхаживать. Вот если вы, сестры монастырей, умели вымаливать тех, кого дают нам, посылают записочек. Если мы умели вымаливать. Для того, чтобы нам иметь возможность вымаливать, мы должны быть духовными людьми. А мы с вами телесные. Нашу жизнь, наши клетки, наше тело, наши вещества, наши элементы может продлить им жизнь только Дух Святой. Почему мы болеем? Мы не имеем Духа Святого. И мы знаем, что иногда человек только пособоруется, поисповедуется, причастится, и мы видим, как выздоравливает человек. Иногда человеку достаточно сказать, Господи, прости меня. И это одна молитва, эти несколько слов бывают выше, чем мы молимся, когда читаем 80, 70, 90 молитв. Одна молитва, Господи, прости меня. Чего нам не хватает? Нам не хватает в молитве покаяния. Нам не хватает в посте покаяния. Нам не хватает в исповеди покаяния. Вот где ключ к изменению себя. Вот почему Господь желает, чтобы мы оставили даже наше тело. Чтобы мы оставили отца, мать. Мы прилепились к ним нашими чувствами. Наши чувства определяют качество нашей жизни. В 20 веке появилось новое слово. Качество жизни. Что такое качество жизни? Когда у меня есть все для тела. А все для тела определяют наши чувства. Хорошо, вкусно, противно. Все это наши чувства. И вот когда чувства угасли, Когда мы даем пищу им, чувства нашим, Одну и ту же, постоянно. Когда мы имеем одежду простую, Ту, в которой мы ходим, монахи. Когда мы уже не заботимся о телесных утехах. Половых утехах. Когда мы занимаемся только одним нашим детем. Нашей душой. Вот душа это и есть самое драгоценное, Что есть в человеке. Но сегодня нужно душу оторвать от тела. И поставить на путь к Богу. Вот это самое главное и трудное сегодня. Этим не занимаются никаких монастыря. Этим не занимаются ни кто себе. Почти что. Я много езжу по разным монастырям. Я много езжу по разным епархиям. Я не вижу вот этого пути. Поэтому сегодня я прошу вас. Не взирайте на возраст. Не думайте о возрасте. Сегодня мы начинаем путь наш. И помните, нам Господь дает только один день жизни. Вот этот день и нужно правильно прожить. И когда сегодня мы в этом по таинстве пострига Говорили об Иисусовой молитве. Нам нужно научиться ходить перед Богом. Вот ходить перед Богом. Господь должен всегда быть с нами. Мы все время должны быть с Господом. Мы должны быть с Божьей Матерью, с ангелами, со святыми. Тогда мы будем все время на небе. Где мы сейчас стоим? Что такое храм? Храм-дом молитвы. Молитвы кому? Молитвы где? Где мы стоим сейчас? Мы стоим в Царстве Небесном. Говорите, здесь на земле Господь нам уже дал и показал Царство Небесное. Вот Божья Матерь. Вот Господь. Вот святые. Поэтому сегодня мы видим с вами, что Господь нас уже готовит для будущей жизни в Царстве Небесном. И все, что мы видим в своем храме или в других храмах, мы увидим, когда придем в Царство Божие. А если не придем в Царство Божие, если мы пойдем в ад, то мы всего этого не увидим и его не поймем. Мы будем все время думать о пище и то, о чем жила наша душа. Поэтому я прошу вас и умоляю, сегодня покаяние в основании. Ну, конечно, чтобы было покаяние, чтобы была хорошая исповедь, чтобы был пост, чтобы была хорошая молитва, чтобы было благодарение от причастия. Конечно, нам нужна вера. Вера наша очень слабая. Я не случайно сказал, кто из нас, живя в советском времени, мог подумать, что мы станем монахами, священниками, епископами. Мы совершенно ориентированы были на другой путь и на другие цели. Поэтому сегодня я желаю еще, чтобы мы у Бога просили, Господи, дай мне веру непоколебимую. Вот это очень важный момент. Просите у Господа. Если вы видите, что ваше сердце нечистое, если ваше сердце все время помышляет о телесном, просите у Бога целый день ходите и говорите, сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови утроби моей. Целый день ходите и читайте только одну молитву. Если вы хотите приобрести разум какой-то, чтобы ваш ум был другой, читайте целый день молитву Царю Небесной, и вы сразу почувствуете. И, конечно, надо читать много молитвы Отче Наши, которую дал сам Христос. Вот эти молитвы не забывайте. Но как мы можем не обращаться к Божьей Матери? Поэтому разные молитвы Божьей Матери, но самая сильная молитва Божьей Матери избранна во Еводе. Сильнейшая молитва. И, конечно, не забывайте об Ангеле-Хранителе и о Святой, чье имя вы носите. Но и не забывайте свое имя, которое вы имели. Поэтому сегодня я радуюсь вместе с вами, что мы совершили это великое дело. И как мы ходим в черной одежде монашеской, так и ночь сегодня. Как хорошо ночь. Днем бы мы ничего не поняли. А ночь, когда все уже утихло, все угасло в нашем теле, и тело уже хочет подремать, как хорошо и понятно, что мы говорим. Я желаю, чтобы вы отправились в свой путь. Я желаю, чтобы вы начали вот такую жизнь удивительную. Но для того, чтобы нам послужить людям, нам нужно сначала в себе восстановить нашу душу. Нам нужно восстановить себе Дух Божий, чтобы Дух управлять. И когда будет Дух в нас, Он покроет наши немощи, покроет болезни, покроет грехи наши, Дух Святой. Поэтому сегодня мы знаем, что благодать Божья все может покрыть. И отсутствие благодати Божьей, сразу в нас все откроется. И болезни наши, и немощи, и гнев, и раздражение, и зло, и осуждение. Это когда нет в нас благодати Святаго Духа. Поэтому я желаю, чтобы мы стержали благодать Святаго Духа. А что же становится после обладания дарами Святаго Духа? Мощи даже остаются, тело не разрушается. Через год, если вы откопаете могилу человека, которого вы похоронили, там осталось только кости и череп. Но тела святых лежат десятки лет, иногда сотни лет лежат. И невредимые. Это что такое? Что за тайна? Вот это величайшая тайна жизни. Что делает Дух Святой? Болезни покрывает, грехи покрывает. Меняет нрав человеческий. Поэтому я умоляю, прошу вас, стяжите благодать Святаго Духа, и мы должны это делать. Сегодня я радуюсь вместе с вами, что мы встали на этот путь. Если меня сегодня спросят, что в вашей жизни было самым ценным и драгоценным, я скажу, монашество. Поэтому я хочу вам сказать, что для меня самое драгоценное монашество в жизни. Это замечательно. И вы дорожите этим, что мы с вами обрели это монашество. Да, вы прошли этот путь, ваши дети выросли. Все уже совершилось. Теперь послужите Богу в новом качестве. Я желаю, чтобы вы осознали то, о чем я сегодня хотел только вам сказать. Спаси вас, Господь, что мне довелось вас вести вот в этот ангельский образ. Но помните великую тайну. Сегодня вы только пострижены в монашество. А нам нужно еще стать монахом. Нам еще стать нужно монахом. Вот это очень важный момент. Поэтому я думаю, Господь продлит нашу жизнь, чтобы мы увидели и поняли, что такое монашество, что такое преподобие. А может быть, кто-то из вас юродивым станет, блаженным. И тогда вы поймете, что такое блаженство. Читайте много житий святых. И вслух читайте всем. И по отдельности читайте. Это очень важный момент. Читайте жития святых. Это очень важный момент. Тогда они будут за вас молиться. Вы многое поймете в этой жизни. Спаси вас, Господь. Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Богу нашему славу.